привет друзья я александр беляк и я рад вас приветствовать на своем канале я приглашаю вас к чтению библии и это невероятное путешествие которое мы начинаем это чтение ветхого завета начиная с книги бытие и заканчивая пророческими книгами если вы будете читать вместе со мной на это у нас уйдет с вами больше года но это реально будет благословенное время я создал этот проект пребываем слове вместе специально для того чтобы верующие люди могли больше времени проводить с богом ну а когда мы это делаем вместе это еще больше нас вдохновляет и дисциплинирует поэтому я предлагаю вам не только читать но и делиться вашими комментариями под каждым видео вы можете делать это так сначала просматривать мой комментарий и в нем я даю просто какие-то ориентиры я не ставлю своей задачей толковать каждое слово священного писания моя цель в том чтобы мы вместе с вами читали и каждый из нас мог получить те благословения и те откровения которые мы сможем применять в нашей жизни поэтому если вы готовы вместе со мной войти в это путешествие то давайте будем начинать на этой неделе мы с вами прочитаем древнейшую историю это книги бытие с первой главы и по 11 мы будем читать не спеша потому что в этих первых 11 книгах есть невероятные сокровища и вместе мы постараемся в них разобраться но конечно же будьте готовы что в дальнейшем нашем чтении нам придется читать больше чем 1 2 и даже 3 главы некоторые истории я группировал и там будет получаться даже пять главе и возможно даже когда-то и 6 поэтому посвятите ваше внимание ваше время для того чтобы вы могли не спеша проводить время с богом за чтением и размышлением над его слова ну и конечно же если у вас будет еще желание и возможности время для того чтобы читать комментарии других участников нашего такого библейского клуба то конечно же я уверен это вас еще больше благословит также если вы обладаете другой дополнительной информацией о тех текстах которые мы будем читать вы оставляете тоже и в комментариях и мы все будем благословлены теми знаниями которые вы имеете о слове божьем или историческими какими-то моментами да или просто вашими откровениями поэтому в добрый путь благословляя всех нас друзья чтобы мы вошли в это течение и мы действительно прошли его до конца добро пожаловать ветхий завет история первых двух глав книги бытие а именно их мы сегодня и читаем не предназначена для удовлетворения любопытства тех современных людей которые хотят узнать все подробности того как именно бог создал мир история бытия призвана поведать правду о мире в котором мы живем о его божественном творце и о нашем месте в этом мире чтение первой главы бытия чем-то напоминает посещение большой художественной галереи где вы спокойно наслаждаетесь красотой и великолепием полотен и тут кто-то вам предлагает познакомиться непосредственно с самим художником первая глава бытие дает нам возможность встретиться с величайшим из художников это источник всего сущего вечный и несотворенный бог не имея сам ни начала ни конца бог одним своим словом производит на свет нас самих и все что нас окружает кульминация история сотворения мира стало создание человека мужчина и женщина были задуманы богом как часть творения однако среди всех божьих творений только люди обладают чертами личности только с мужчиной и женщиной бог вступает в особые неповторимые отношения основополагающее сходство между богом и человеком заключается в неповторимом призвании последнего в поручении данном ему самим богом о чем мы с вами и читаем в бытие первой главе в двадцать шестом и в двадцать восьмом стихах быть человеком значит обладать одновременно свободой и ответственностью строить отношения с богом и отвечать за них другая необходимость которая возникла уже в райском саду это встроить взаимоотношения не только с богом но из себе подобными нельзя быть в полной мере человеком живя в одиночку обращенный к адаму и еве призыв владычествовать над божьим творением реализуется в обязанности возделывать и хранить эдемский сад по описанию этот сад больше похож на огромный заповедник он раскинулся на большой территории где протекают реки и живет бесчисленное множество растений и животных быть человеком значит вступать в определенные взаимоотношения с богом и с божьим творением открывая для себя все новые грани возделывать его и хранить его жизнедеятельность адама и евы в удивительном саду созданном для них самим богом должна была стать началом длительного процесса в ходе которого их потомки продолжали бы осваивать богатство божьего творения ну а какое продолжение имела эта история мы с вами уже узнаем завтра не забывайте оставлять ваши комментарии если вы еще не подписались на канал сделайте это прямо сейчас чтобы вы не пропустили все те видео которые мы для вас готовим получаете наслаждение от божьего слова и живите благословенной жизни и